Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 февраля и сейчас, как обычно, я отвечу на несколько вопросов, которые задают мои зрители канала YouTube. Но сегодня будет видеоролик маленький, потому что я выбрала только два основных вопроса, на которые хочу ответить. Ответ нужен на который именно сейчас. Вот к видео «Зачем пикировать рассаду томатов» зритель под названием «Рыжик-рыжик», не знаю, что это такое, пишет «Ничего не понимаю, в другом видео вы показали, что можно сажать рассады прямо в ящик для продажи рассады и не пикировать». Я сейчас отвечу и говорю это каждый раз. Чтобы понять вот мою, вот эту логическую цепочку, нить моих вот этих вот рассказов, чтобы уяснить, нужно смотреть желательно видео все как по порядку. Вот это я показывала рассаду, которая посеяна в январе для получения супер раннего урожая, для выращивания в теплице. И ясно, если она посеяна в январе, до высадки в грунт, в ящики, в посевном, она не может простоять, ведь это очень долго, посчитайте, февраль, март и апрель. Я только в апреле ее буду высаживать. Вы сами сказали, что в другом видео я рассказывала совсем о другой рассаде, которая для продажи. Рассаду для продажи мы сеем в традиционные сроки, в марте, то есть на 2,5 месяца позже. Поэтому я ее не пикирую, она у меня стоит в ящике для рассады, я ее потом высаживаю или на улице в тоннеле, или в теплицу. И чтобы это человек, которому интересно, он каждый может это узнать сам, потому что все видео на все темы есть. И если вы видите, вы хотя бы смотрите тогда на дату, и если вы видите, что я занимаюсь пикировкой томатов в начале февраля, ясно, что это не рассада для продажи. Кто же будет в январе или в феврале сеять рассаду для продажи про эту партию, про минимальную? Я говорила, что это вот такие ранние посадки делают самые такие очумелые огородники, которые нужно несколько раз пикировать, несколько раз пересаживать. И я вам всем советую, смотрите на даты видео. Некоторые посмотрят, найдут какую-то старую-старую двухлетнюю или трехлетнюю, которая снята, возможно, раньше или позже, и не соответствует нашему сейчас периоду, вот который сейчас конец февраля. А там у меня уже пикировка и уже большие растения, и спрашивают, ой, а когда вы их сеяли? Так это бывает и прошлогодние видео. Ну все, я надеюсь, это прояснило. Это перед тем, как задавать вопрос, вы поинтересуетесь дата, когда, и для чего, посмотрите, досмотрите до конца, до чего, для чего я садила эту рассаду, и почему я ее пикирую. А вот это вот я просто рассказывала, зачем нужна пикировка в принципе. То есть мы же пикируем, и если я когда-то говорила, что можно и без пикировки вырастить, так это одну часть мы выращиваем с пикировкой, другую без пикировки. Устала повторять, но мы высаживаем, выращиваем рассаду для разных целей. И для раннего урожая, для грунта, для теплицы, для продажи. И поэтому разнятся и способы выращивания, и сроки посева. Все. Еще хочу на один вопрос ответить. Люся Рыбина спросила, теплицу устанавливать на фундамент или просто на грунт? Очень хочу теплицу, но не знаю, с чего начать. Люся, я сейчас на выходных выйду, постараюсь выйти в огород. Мне, конечно, тоже хочется зайти в теплицу. Вот уже люди пишут, что и сеют там и лук, и редиску. Но дело в том, что у меня сибирский регион, у нас теплицы всегда занесены до такой степени, что их чем откапывать, проще подождать неделю-другую, когда снег растает. И вот сейчас он чуть-чуть начал стаивать. Я выйду в огород и покажу вам. У меня как раз есть разные варианты. У меня вот огородные теплицы стоят без фундамента, просто на грунт. Но там есть свои нюансы. Их надо тогда закреплять вот этими шпильками металлическими, чтобы их не унесло. У нас была не закрепленная, я уже говорила, бураном, ураганом унесло через три улицы. Вообще люди посторонние приехали и сказали, там ваша теплица заберите. Просто они знают, что у нас теплицы. А есть второй вариант. Есть на фундаменты. И вы должны перед тем, как действительно вы не знаете, с чего начать, вы должны сначала обдумать, как вы будете, для чего она у вас. Вот у нас на фундаменте та теплица, в которой я выращиваю рассаду, в которой рано-рано-рано. Вот сейчас март, апрель, уже там будут стоять саженцы. И там фундамент необходим для того, чтобы было потеплее. А уличные у нас просто на грунте. Я вам все подробно расскажу, но не только вам, а вообще всем. И напомню о том, что очень важно правильное расположение теплицы на участке найти. Какие могут быть расположения в зависимости от региона. Потому что мы вот северные, как холодные огородники, я разделяю холодные и теплые. Мы холодные огородники, наоборот, ловим каждый лучик солнца. Поэтому стараемся выставлять вот этой длинной стороной на юг, чтобы как можно больше она прогревалась, освещалась. Конечно, летом притеняем. Вот сеточку я в том году покупала. А теплые огородники, которые, наоборот, не знают, куда деваться от солнца, они устанавливают по-другому. И тут вы должны еще в соответствии со своим регионом посмотреть вот эти способы установки. Установить теплицу не так-то просто. Потому что вы сейчас опрометчиво поставите ее на одно место, а потом летом поймете, что вам это место не подходит. И лучше бы вот там, на 10 метров дальше поставить. А потом ее уже выкопать очень сложно. Ее уже так перенести не перенесешь. Она поведутся вот эти... Ну, короче, будут проблемы. Нужно перед тем, как найти место для установки, все внимательно-внимательно, как обдумать внутри себя, для чего вы ее ставите. И что вам лучше. Или побольше солнца, чтобы в ней было, или, наоборот, может быть, какую-то часть дня лучше, чтобы она была притянена. И еще хотела... Сейчас я найду. Так. Нет. Теперь уже. Ну, и вот про теплицы. Вот так как пришло очень много откликов, что многие именно обожглись, нахваливают в магазине, потом устанавливается теплица. И не так все гладко, как говорят продавцы. Я вот когда выйду на улицу, именно про установку теплицы, про придомовую немножко скажу. Я более подробно задержусь на теплицах. И вот здесь про петунию вот еще хотела сказать. Одна зрительница написала, Елена, мама, что... Ну, вот про петунию, если ее не закрывать, рассаду упадет, все это правильно. И она упомянула, о чем я забыла сказать. Интересный факт, не все его знают. Вот Елена написала, что петуния достаточно холодостойкое растение. Если кто рано посеет, ее можно высаживать в открытый грунт, ну, там можно прищепнуть или еще что. А я хочу добавить, вот ей я уже написала, что у меня один раз петуния так много разрослось, что мне ее пришлось, ну, вынести прям в стаканах на улицу. Она у меня стояла в стаканах, там в кашпо некоторые посадила, потому что томаты надо было держать. Мне томаты вроде как более ценные и важные. Я их оставила в теплице, а петуния стояла на улице. Ну, было прохладно там 5-8 градусов ночью, все нормально. И тут раз временный был заморозок, минус 3, по-моему, ночь или 2. А мне ее некуда было девать, потому что всю теплицу занимали перцы, томаты, баклажаны. Ну, все вот то, что едовое. Цветы у нас остаются весной, конечно, на втором плане. Она при минус 3 стояла ночь, но вторая ночь там была уже не минус 3. Но дело в том, что при минусовых температурах она стояла с первыми цветками, она уже у меня была такая цветущая. Две ночи холодные, но я на ней поставила крест. И когда эти две ночи прошли, выглянуло солнце, мне даже страшно было подходить, смотреть на нее. Я посмотрела, она даже не... она не то, что не погибла. Она даже внешний вид не изменила, не ухудшила нисколько. И вот после этого я уже на своем опыте убедилась, что питунья очень холодостойкая. До того холодостойкая, я потом начала читать уже информацию. И там, где вот ее родина, она же многолетняя, она зиму зимует, потом опять обрастает. Вот поэтому, возможно, черенкование и, возможно, хранение в подвале. Зиму она переносит ее, потом постричь вот эти старые и новые начинают отрастать. Это очень удивительный, очень интересный цветок. Так что, если у вас будет прохладно, не бойтесь, до нуля точно она выдержит. Вот у меня было минус три, но вряд ли кто при минус три оставит ее, лучше домой занесут. Обычно мало же, а у меня в тот год было много. Питунья очень холодостойкое растение. Лена, спасибо, что вы напомнили об этом. Я про этот случай даже забыла, но вот сейчас я вспомнила, что две холодные ночи она стояла на улице, и ничего с ней не случилось. Ну, это когда уже, конечно, она не такая маленькая малышка рассада, а когда уже куст такой, у меня уже вот с цветами был. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Я вот хотела именно рассказать, вот на первые два вопроса, что про теплицу и про рассаду, какую пикируем, какую не пикируем. Некоторые, кто начинающие, они вообще запутываются, потому что я сею в несколько посевов, несколько волн. Я сеяла в январе, потом сеяла в феврале, сейчас буду сеять в марте, потом буду сеять в апреле. Естественно, если человек только начинает, у него, наверное, голова кругом пойдет. Но я вот всем советую. Вы заметили, я никогда не приглашаю там подписывайтесь, ставьте лайки, потому что я считаю, что человек это должен сам решать. Но если вам действительно нужно узнать все подробно, то подписка – это вот ваш выход, решение проблемы, потому что все видео, они же идут по времени, вот так постепенно, постепенно. Если бы вы смотрели все подряд, вы бы видели, что вот ту, которую я сейчас пикировала, я ее сеяла и объясняла, для чего она посеяна и почему я ее как пикирую. Ясно, что вы сейчас нашли этот ролик, который уже месячной давности, и вы думаете, что я делаю это сейчас, может быть, думаете, что это моя простая рассада или для продажи. Вам понять это сложно. Но вот подписка поможет разобраться. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот несколько вопросов, которые я посчитала нужным ответить на нечто.